А сейчас об этих и других событиях более подробно. Еще один дизайн-проект представлен на суд горожан. Напомню, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды-2024» в феврале принимались пожелания от горожан в плане благоустройства городских территорий. Далее специальная комиссия выбрала наиболее популярные. К ним были подготовлены дизайн-проекты, их также могут скорректировать жители. О следующем – претенденте на благоустройство в 2024 году в нашем сюжете. Сквер Школьный расположен в центре 142-го микрорайона с 1980 года. За последние 10 лет здесь было высажено некоторое количество деревьев, появились физкультурные и детские площадки, лавочки и урны. Жители блистающих домов уверены – общественная территория давно нуждается в благоустройстве. Жители очень переживают за то, что сквер у нас недооформлен. Желающих в этом сквере отдыхать очень много. Летом, вы знаете, первая просьба у нас – побольше скамеек. Потому что, несмотря на то, что сквер школьный, здесь очень много пенсионеров. Территория сквера – более 10 тысяч квадратных метров. Этот объект озеленения города уже не первый год входит в претенденты на благоустройство. И сейчас он занял по числу предложений второе место. Почти 500 человек выдвинули этот сквер на благоустройство. В дизайн-проекте, разработанном администрацией города, предлагается организовать на территории сквера комфортную зону отдыха для горожан разных возрастов, обновить освещение и покрытие дорожек, провести работы по озеленению. Рядом со школой мы предлагаем создать зону для отдыха школьников с такими интересными малыми архитектурными форумами, скамейками в виде цифр. Рядом будет расположена детская площадка для детей уже младшего возраста, зону отдыха для родителей и детей. В сквер школьной пользуются у жителей микрорайона спросом. Рядом расположены две школы, два садика, физкультурно-оздоровительный комплекс. Активисты озвучили еще несколько пожеланий. Оборудовать на территории объекта озеленение города наряду с пешеходными дорожками и велосипедные. Еще хотели бы, чтобы наш сквер включили, как все остальные, многие вернее скверы, где проходят концерты, танцевальные вечера. Мы бы с удовольствием принимали в них участие. Обсуждение дизайн проектов наиболее популярных общественных территорий с жителями продлится еще в течение шести дней. 16 марта назначат сроки рейтингового голосования. Проект «Победитель» будет реконструирован в 2024 году. Компания ТВЮ.